Упрощенка привлекает представителей бизнеса по многим причинам и прежде всего невысокими ставками налога, освобождением от уплаты ряда платежей, простым ведением учета. Чтобы иметь возможность воспользоваться этими положительными моментами, которые предоставляет законодательство, в первую очередь надо о своем выборе системы налогообложения поставить в известность контролирующие органы. В этом случае, как и в бизнесе, время играет определяющую роль. Организации и индивидуальные предприниматели, которые изъявили желание применять упрощенную систему налогообложения с момента их создания, должны в течение 20 рабочих дней с даты регистрации подать в налоговый орган уведомление о применении упрощенной системы. В этом уведомлении организациям следует отразить численность работников, так как применять упрощенную систему вправе только организации, у которых численность работников составляет не более 100 человек. Представители большого и малого предпринимательства, уже действующие и выбравшие изначально другие системы налогообложения, могут перейти на упрощенку. Чтобы в 2014 году оценить ее плюсы, они должны с 1 октября по 31 декабря 2013 представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Однако, процедура перехода будет запущена только при условии, что юрлицо соответствует определенным требованиям законодательства. Здесь важно отметить, что с 2014 года смогут перейти на применение упрощенной системы налогообложения только лишь организации со средней численностью работников не более 100 человек, ну и организации индивидуальные предприниматели, валовая выручка которых за 9 месяцев 2013 года не превышает 9 миллиардов рублей. Важно знать, что упростить себе жизнь в отношении коммерческой деятельности, деятельности по предоставлению работ и услуг могут не все организации и индивидуальные предприниматели, не вправе применять упрощенную систему налогообложения, структуры, производящие подакцизные товары, реализующие ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, а также занимающиеся лотерейным и игровым бизнесом, получающие доходы от услуг на рынке ценных бумаг, работающие в качестве резидентов свободных экономических зон, с полным перечнем видов деятельности, при реализации которых субъекты хозяйствования не вправе выбирать упрощенную систему налогообложения, можно ознакомиться в налоговой инспекции по месту регистрации. Продолжение следует...